В путь длиной почти в 4000 километров грузят продукцию на известном Барнаульском заводе. Его руководство в преддверии Дня защитника Отечества решило отправить в зону СВО самый ценный продукт. Мы помогаем нашему, можно сказать, уже российскому населению в Донецкой Народной Республике и отправляем гуманитарный груз в воду жителям, которые сейчас там находятся в очень непростой ситуации, ну и нашим бойцам на передовой. И мы надеемся, что, может, даже наши бойцы с Алтайского края, увидев вот этикетку «Алтайский источник», ну как-то тоже проникнуться и на душе станет повеселее. Для удобства воду отправляют в тарах разного размера. У нас где-то процентов 70 там, это пятилитровые бутылки. И процентов 30, значит, бутылированные полторалитровые бутылки для того, чтобы, ну это для удобства, либо бойцу взять с собой, либо, допустим, населению, кто-то там берет пятилитровую бутылку, приготовить там и так далее, а просто попить, пожалуйста, полторашка. Общий вес гуманитарного груза – 20 тонн. Вода барнаульского производства, говорит водитель фуры, прибудет в Донецк до конца этой недели. Рассчитываете, когда приехать? Ну, 24-го. Все зависит от погоды. У нас горы впереди, Урал. Если первый гуманитарный рейс завершится благополучно, оказывать помощь населению зоны СВО завод планирует регулярно. Елена Макаренко, Алексей Фризин. День с толком.